Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про одуванчик. И казалось бы, сорняк, но ведь это и еда, и лекарство, которое мы, к сожалению, не ценим. Вот послушайте то, что знать надо каждому человеку, для его же блага. Итак, одуванчик относится к семейству астровых. Все вы его знаете прекрасно. И это растение солнца, и у него есть уникальные свойства. Да, это сорняк, все его мы таковым считаем. Многие огородники пытаются его уничтожить, но у этого сорняка есть феноменальная стойкость. Если даже небольшая часть корневища остается, он обязательно вновь прорастет. И не просто так у него имеется подобная стойкость. В нем есть огромная сила, которую мы можем использовать для своего блага. Но сорняк этот полезен, и не только для нашего лечения и питания. Хотя его, конечно, не просто так ели и в Древнем Риме, и в Древней Греции, и на Руси. А он действительно полезнее многих овощей. Но и для огорода он полезен. Его корни уходят вглубь почвы до 9 метров. И они приносят из глубинных слоев питательные вещества в верхние слои почвы. И частично делятся этими питательными веществами с другими растениями, которые не могут с большой глубины достать эти питательные вещества. Но не только этим, а еще и водой, живительной влагой, особенно в засушливых местах, делятся одуванчики с другими, в том числе культурными растениями в вашем огороде. Поэтому я советую оставлять одуванчики хотя бы через метр, если уж чрезмерное количество вы будете удалять. Конечно, с петрушкой и укропом несовместимо. Одуванчик их забьет. Но в междурядье, между грядок, оставляйте одуванчики. Это большое благо для вашего огорода. Ну а для людей он важен как пищевое и лекарственное растение. И недаром в Японии одуванчик, как и лопуха, которым я недавно видео делал, выращивают на грядках как огородную культуру. И благо, что сбор листьев можно производить в течение всего года, с весны до поздней осени. А зелень одуванчиков идет на салаты. Чтобы ушла горечь, необходимо нарезать листья и положить на 2-3 часа в соленую воду. И горечь уйдет. Тогда можете добавлять листья в салаты. Но самое главное свойство одуванчика – это лечебные свойства. И действительно, запомните, все, что желтого цвета, вот цветки желтые, значит, это в первую очередь полезно для чего? Для печени. А одуванчик стоит на втором месте по пользе для печени, как гепатопротекторное средство после расторопши. Его активные вещества убирают фиброзные ткани. В одуванчиках много витамина К1, который необходим для того, чтобы кровеносные сосуды и микрокапилляры в том числе были крепкими. У кого кровоточит десна, первое средство – это одуванчик. Его листья. В них много и витамина С, витамина А, огромное количество разных минералов. А одуванчик – это прекрасное желчегонное средство и средство против запоров. В одуванчиках есть вещество под названием апигеним. А это такой фитонутриент, который обладает доказанными медициной противораковыми свойствами. И действие его происходит, как вы понимаете, без побочных негативных явлений. Полезен одуванчик и для почек, и для желчного пузыря, и для поджелудочной железы. Помогает при холецистите, гепатите, панкреатите, при болезнях суставов. А одуванчик – очень сильное мочегонное средство. Тем самым оно убирает отеки, задержку жидкости в организме и снижает повышенное артериальное давление. Но в том числе и потому, что в нем много калия. А это очень важно для всей сердечно-сосудистой системы. Также в нем много магния, учтите это. А одуванчик – это и кровоостанавливающее средство, и для лечения болезней ЖКТ подходит великолепно. Более того, он уменьшает уровень глюкозы в крови, тем самым снижает инсулинорезистентность. Таким образом, он помогает при диабете первого и второго типов. Также он выводит жир из печени, замедляет размножение многих вирусных заболеваний, в том числе помогает при ВИЧ. И, конечно, он препятствует и подавляет воспаление в тканях, и препятствует выпадению волос. А еще интересное свойство – это снижение избыточного уровня эстрогена, у кого этот гормон повышен. Да, я оставлю вам под этим видео ссылку на плейлист, то есть все мои видео по лекарственным растениям. А теперь послушайте, я перечислю, про какие растения я уже снимал видео. Про чистотел, амарант, пырей, спорожь, мокрицу, сныть, крапиву, таволгу, хвощ, тмим, овес, про другие злаковые, про бобовые, про лопух, бессмертник и другие. И непременно посмотрите этот раздел, вы найдете для себя колоссальное количество важнейшей информации. И напишите под этим видео, не поленитесь, про какие другие растения вы хотите, чтобы я снял видео, о каких свойствах рассказал. Кстати, если пожевать стебельки одуванчика, буквально 2-3 штуки, то сразу прибавится сил. Скажем, в походах это очень актуально. А заодно будет польза для печени поджелудочной железы. Итак, в дело лечебное идут не только листья, но и корни одуванчика, стебли. А в моем интернет-магазине здоровых продуктов есть уникальные живые кисели, где используются в том числе в составе одуванчик. А также есть шоколад с одуванчиком. И эти продукты и вкусные, и полезные. Как их приобрести, я оставлю вам ссылку под этим видео, нажмете, почитаете, захотите, сможете купить. А отправляем мы в любые города России, страны мира, но в конце видео подробнее об этом я расскажу. А сейчас послушайте один интересный способ, как получить полезные свойства цветков одуванчика вкусным способом. Назовем это мед с одуванчиком. Итак, вы берете мед. Конечно, мед в идеале брать полезный действительно. Не от проверенного просто пасечника, который все равно травит разной химией пчел от пчелиных клещей. Или покупает вощину, которую кто-то использовал неизвестно как и чем обрабатывал ульи, правильно? Ведь вощину, как правило, получают из воска, который сдают на специальные центры, где делают, плавят, производят вощину, разные пасечники. Имейте это в виду, это все важно. Так вот, мед, перезимовавший в ульях, самый ценный. Ну и, конечно, от диких пчел. Бортевой мед. Ссылку на видео о меде и всех этих нюансах я вам тоже оставлю под этим видео, посмотрите. Итак, вы берете мед и цветки одуванчика. Но эти цветки нужно обработать, а вернее удалить всю зеленую часть, чтобы у вас остались только желтые лепестки. И вот вы берете, скажем, половину емкости, заполняя ее прижатыми рукой лепестками желтыми. И половину объема заливаете медом, перемешиваете. И пусть у вас это в теплом, темном месте постоит 2-3 дня. А потом вы это можете убрать в холодильник и хранить до полугода и даже до года. Ешьте такой мед по утрам, по 1-2 чайные ложечки, запивая двумя стаканами теплой воды. Польза будет колоссальная. И растворение камней, желчных пузырей, даже в почках. И много какой другой пользы. Одуванчики берите, заготавливайте только в экологически чистых местах, где нет животных, переносчиков, инфекций, где не выгуливают собак. Ну, конечно, далеко от городов, как и любые лекарственные растения, только и можно заготавливать. Ну, а теперь очень важный акцент. Я вам оставлю под этим видео ссылку на мое старое и очень важное, сверхинформативное видео про свойства одуванчика. И знаете, что там главное? А вот послушайте. Я там подробно объяснял, когда, где и как правильно собирать листья и цветы одуванчика, как заготавливать. Дал рецепты настоя из одуванчика для лекарственного использования. Подробно пояснил, как использовать листья одуванчика в салатах. Почему не стоит делать варенье из одуванчика и про альтернативу. Как правильно собирать и, главное, сушить и хранить цветки одуванчика. И дал рецепт целебного чая из цветков одуванчика, который очень полезен для печени. Все это вы увидите в том видео, ссылку на которое я вам оставлю под этим видео. Что же касается корней одуванчика, то заготавливать их надо до цветения, то есть весной или поздней осенью, под зиму. Тогда в них самая большая сила, то есть концентрация полезных лекарственных веществ. Так как это сила, эти вещества не расходуются на цветение. Берите верхних 10-15 сантиметров, то есть самых толстых корневищ. Не надо выкапывать глубоко, тоненькие корневища вам не нужны. Надо их почистить, промыть, выложить на полотенце, дать высохнуть примерно сутки. Потом мелко нарезать и сушить при температуре 40-45 градусов. Можно в дегидраторах или на полках над остывающей русской печью. Ну, в общем, вариантов сушки множество. Главное, температуру соблюсти примерно 40-45 градусов. Ну, а потом, после высыхания, когда кусочки станут хрупкими, ломкими, надо это хранить, желательно, в пакетах бумажных, картонных, либо в холщовых мешочках. Напишите также, стоит ли мне сделать отдельное видео о применении корней дуванчика в народной традиционной медицине. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, данное видео было вам полезно. Жду ваши письма. И обязательно посмотрите то, что я дал вам по ссылкам. А теперь две минуты буквально очень важной полезной рекламы. Не поленитесь ее послушать. Это не кого-то я рекламирую, а свои уникальные товары, за которые я лично отвечаю. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.